Сколько в Сирии платят денег за месяц боевых действий? 60 долларов? Сколько ты там был? 5 месяцев, да? Сколько домой привез денег? Она все на карте домой пересылалась. Ну что ты, все равно не подбивал потом денег? Сколько заработал? Ну, около 700. А здесь в Украине сколько тебе платят? 2% поливых. Какой оклад у тебя? Деньги привезли. 56 тысяч рублей. Это в месяц твоя окладка, командира отделения. Плюс за то, что ты находишься не в себя в расположении в ЗАПК или здесь в Украине. Сколько доплачиваете? Поливые 2%. Поливые еще 2%. За сутки. От оклада 2% в сутки. От оклада подолгию с опознанием. То есть в чем? От оклада подолгию с опознанием за 22, 53, от них 2%. Заработал денег? Нет. На нашей криви заработал, да? Какие у тебя ранения? Перелом ноги. Так. Ну, 5 пуговых столб достали, 4 столб. То есть левая нога совсем не работает вниз. Все остальное нормально, да? Да, и правое сломано. Жить будешь. Так. Ты за эту ночь что-то переосмыслил? Конечно. Путин кто? Путин хуйло или не хуйло? Скажи мне прямо. Не слышу. Хуйло. Ты уверен в этом? Да я уверен в этом. Украине есть нацисты? Нет. Я говорю наоборот, отнеслись по-человечески. И будут относиться. Сейчас я на эмоциях, но тебе никто пальцем не ударит. И тебе будут относиться по-человечески. Это тебе гарантирует. Ну, просто пойми, что Путин хуйло. Я не понимаю, вчера даже когда нас взяли, парни по-человечески отнеслись. Украина нуждается в помощи. Они российских солдат, получается. Ты это говоришь от себя или тебя заставили? Нет, это я смотрел новости, я читал это мониторию. А оттуда ты родом? Родом из Сибири. Сибири, да? Маме передай привет. Объясни маме, что ты тут делаешь. Объясни, скажи, мама, я здесь в Украине убиваю украинских детей, таких же, как и я. А я никого не убивал. Ты не убивал, да? Нет, еще, ну, в смысле, еще больше. Я тебя сейчас повезу, хочешь покажу, что вы наделали тут? Лично я, я без тебя, я что, никого не убивал. Значит, скажи то, что я тебя просил. Обратись к русским солдатам и скажи, если вы поднимите руки и придете с белыми флагами, я даю слово, что вас никто не тронет. Мы вас нагреем, накормим и отвезем домой к вашим мамам и пасамам. Русские солдаты, вы не наступаете на украинскую землю. Здесь как бы встречают. Вот мы стоим уже третий или четвертый день. И мы не ели нормально уже три-четыре дня. Вот ребята, которых бросили просто тупо на пушечное мясо. Вот все они тут собрались. Сейчас нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, типа, хотят нас уволить. Типа, завтра говорят, типа, мы будем уволены, а сегодня нас отвезут в Попадай. Вот, никто не согласен с их разговорами. Вот, мы все тут стоим уже. Мы сколько уже тут стоим? Три-четыре дня мы тут стоим, пацаны? Чисто на сухоял. Нас просто пустили на пушечное мясо, вот. Вот, все ребята тут ели. Кто вырвался, кто остался жив, вот мы тут стоим. И нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, чтобы они прикрыли сами себя. Что с задним частом уволят? Да, они хотят нас уволить с задним частом, как тех, которые не вернулись, вот не приехали сюда, которые остались в полку. А мы находимся вот тут вот. Вот. Они нас привезли как будто на учение. И все. На хуячему на учение. Не вывозят тела, ничего. Да, не могут. Мы сейчас ждем, пока нас просто переведут через границу. Нам уже третий день говорят, что нас отвезут. Нас никто домой не везет. Скажи, что мы спали на полу и покрывались на уху без палаток, без еды, без воды. Вот, вот где мы спали. Вот. У нас все ноги мокрые. Не знаем, что уже делать. Вот так вот они работают. Они хотят сами себя прикрыть. И потом говорят, что армия России это армия России. Мы приехали сюда, взяли, поехали. Кто, какая часть, зачем пришел? Вороний Алексей Николаевич, 25-я бригада, воинковая часть, 75-240. Да, блядь, четче, скажи мне. Да, дватья. 242, 75-242, воинковая часть, 25-я бригада. Зачем прибыл? В какую цель? Кто послал? Прибыли мы на учение. Здравия, верно. У нас тут обманули маленько. Ну, так вот оказалось, что все, я здесь. Занят, ребята, на работе. Два, и что? 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 Искавающая часть, 75-340. Зачем прибыли? С какой целью? Кто послал? Одна и та же цель, цель учения. Кто послал? Да. Ну, командование, кто послал. Да, да. Ну, это я не могу сказать, кто послал. Серьезно, поехали. Даже часть изначально говорили, что прибыли на учение. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы, и никто не хотел идти. Но, сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть порастрелянными. И нас стали закидывать, как вышечное мясо. Хотя люди, все, по-другому, наши части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Струбов Александр Анатольевич, 25-я бригада, та же часть, водитель. Посадили, сказали, учение, все там нормально, все как бы будет. Мы не знали, что такое, мы ничего не хотели. Просто обманули, бросили. Что ты про командование скажешь? Командование, знаете, он весь командование. Давай, что там. Кто? Та же часть. Номер части, повторяй. Сейчас я не помню. Зачем прибыл? Что ты прибыл, вы же себе? Недавно. А, недавно, сразу. Резервист? Резервист, да? По резерву, да? Ну, что, зачем прибыл? Тоже на учение? На учение, что я бы оказалось. А когда прибыл? Сколько дней назад? Недели две. Недели две назад, да? Все, понятно. Какую задачу поставили? Слышишь, Саша? Такой вопрос еще один вопрос. Никто не будет трогать. Саша, скажи, пожалуйста. А вот реально. Представь себе, допустим, ситуацию. Вот твои ребята. Ты сегодня в Чернигов первый раз полетел, да? Да. А вчера куда летал? Вчера один вылет под Несом Чернигов. А по куда? Сейчас скажу. Южнее Чернигово, там дорога какая-то, что ли. Ну, ты ж летчик, ты ж помнишь все свои точки. Не, по дороге говорили работать серией. Ага, отработал серией по дороге? Нет, залпи кинул. Ага, понял, хорошо. А смотри, а кто из ваших вчера на Вагунского, ну, у нас на город пролетел, бомбочки покидал? Позавчера его не отставить. Позавчера? Да. Кто? Говори, слуха, у меня не дергать скоро. Я не знаю, нам, объясняю, нам ставят задачу, вот, минут 10 там есть подготовиться, посмотреть район, куда летим, вот, то есть, именно кто туда летал, я не могу сказать, там постоянно что-то как-то меняется, туда летите, потом отменили, сюда летите, и вот это все, как бы... Чеешь, Саша, а скажи, пожалуйста, то есть, вам действительно, вот по правде, вам доводят, что здесь мирника нету? Да. То есть, ты летишь работать на город, ты же видишь, что это город, правда? Нам сказали, что от сюда всех вывезли. И всех вывезли абсолютно, и город абсолютно пустой, только ветер гоняет травинки по этому, по асфальту, да? И машины ездят сами, как у Илона Маска, да? Как Тесла, вернее, да, вот это? Ты понимаешь, что, вот, ты понимаешь, что между нашими народами с тобой, я с тобой на русском языке разговариваю, да? Да. Вот, вражда на столетие теперь, понимаешь это или нет, скажи. Да, понимаю. Ну и, как из этого варианта выходить? Я не поддерживаю нашу политику, которая ведется сейчас. А почему ты пролетел тогда? Почему ты деда убил? Зачем ты бомбу кинул? Военный человек. Приказы тоже могут выполняться по-разному, правильно? Зашел на точку, стал на боевой, сработал, ну не туда, ну мало ли кто, что тебе скажет. Явно куда-то туда, где нет домов гражданских. Ты же видишь прекрасно, что это гражданские дома, правда? Да. Ну зачем ты работал по ним? Вот чисто по-человечески скажи мне. Вот представь себе, такие дети как твои, как пацанов зовут, напомню твоих? Леонид Матвей. Матвей и Леонид. Вот такие пацаны как твои, Матвей и Леонид. Вот у меня в доме сидят, я там живу неподалеку, в подвале, понимаешь? Они боятся, они плачут. У меня дочка в первый день войны, когда вы стрельнули, кричала, в машине сидела, когда я пытался ее возить. Понимаешь? А такой как ты, пролетел, нажал на кнопочку, бомбочку бросил и улетел. Вот скажи, как мы можем к тебе относиться? А что с тобой будет, если вот так взять тебя, просто вывезти в город? Поставить и сказать местным, берите. Разорубь меня. На куски. Причем будут разорубь медленно, аккуратно, до того момента. И стараться так, чтобы ты жил до последней секунды. Правда? Да. Ты ничего не смотри. Давай так, я попробую. Я попробую. Не хочешь ничего в семье своей передать? Что жив? Смотри. Саша, я включил запись, запись пошла. Дорогая. Жив, здоров. Мне оказали первую помощь. Я вас очень сильно люблю. Люблю вас. Все. Все? Ну, Саша. Все так, все. Хорошо. Смотри. Ты же больше так не будешь, правда? Да, уже нет. Точно-точно? Да. С мечтой про небо завязали? Она уже кончилась. Надо прочитать. Ну и отлично. Когда увидел сегодня это все воочию, я херь ел. Ты сейчас искренне говоришь? Да. Саша. Да, сейчас это важно искренне. Не важно уже. Нет, это важно. Это нам важно. Мы должны понимать, что вы не просто твари. Я не думал. Я когда увидел, что, блядь, едут по улицам, блядь, так обычная жизнь, блядь, идет. Где-то что-то взорвается. Я не понимаю. Звери же так не поступают, как мы поступаем. Звери же так не делаем. Мы хуже зверей. Саша, Саша, как вы так могли? Скажи, пожалуйста, Саша. Мы ждем детства. Доброе утро в вашей хате. Даю трубочку вашему мужу. Скажи. Вот сюда. Алло. Алло, привет. Ты где? Я живой. В плену нахожусь. Нахожусь в плену. Мы оба там? Не знаю. Второго нет. Что делать? Я вижу детей. Маме позвоню. Успокой. Я живой. Выходите. Выходите на улицу. Пусть выходят на улицу против войны. Тебя оставят живым? Я не знаю. Говори, пусть выходят на улицу против войны. Пусть выходят с плакатом. Можно с этим человеком поговорить? Который говорит? Да. Нет, нет. Стоп. Так скажи, что ты хочешь сказать. Смотри. Передай всем нашим, чтобы не работали по мирным городам, по мирным объектам. Чтобы заканчивали эту войну. Хорошо. Передам. На улицу пусть выходят с плакатом. Увидим, что жена будет с плакатом, все будет нормально. Выходите. Передавай. Передавай. Жене говорит. Требуют, чтобы ты вышла с плакатом против войны. На камеру, представляйся. Полковник, ты что? Полностью фамилия, имя, отчество, число месяцев утверждения. Полковник, что? Максим Сергеевич. Должность вашей части, место дислокации. Вместитель командира полка, 47-й группа. Выходите, поднимайте свою Россию против вашего хуялоя. Дислокация. Тем больше у вас выйдет, с врагами нет войны. Руководитель у вас кто? Тем больше, тем больше не санса восстаться. Полковник Лобода. Кто отдавал приказ бомбить мирные города? Командующий, генерал Маковецкий. Полностью генерала Маковецкого данное. Алик Владимирович. Он непосредственно давал координаты? Он прислал координаты работы. То есть генерал Маковецкий непосредственно давал координаты для бомбардировки? У нас дети рождают. Сколько у вас самолетов диссоциируется? Диссоциируется. Сколько самолетов диссоциируется в поле? 24. Рабочих сколько? По-разному. 15 плюс-минус. Сколько вылетов совершали? Три. Адреса? Населенные пункты? Между Изюмом и Балаклеей и 15 километров северних альфа. Визуальный контакт был с целью? Нет. Один раз визуально видели чистое поле. Остальные вылет выполняли в облаках. И сегодня, точнее вчера, полет был ночью. Только лесной массив видел. Вы понимали, что есть светомаскировка и внизу могли быть мирные люди? Я работаю по координатам, которые мне дают в виде приказа. Координаты Маковецкий опять-таки выдавал? Кто давал приказ? Он присылает, да. Все. Уже сказал. А в каких числах ты вылетал? Это невидимое. Третьего. Сходил-то больше лиц. Ну, третьего. Так, сегодня. Третьего и двадцатых числах. Двадцать. Двадцать четвертого. Я тебе скажу, что только три дня в облачность. Остальное было безоблачно. Ты мне рассказываешь, что ты не видел. Стоп-видео. Стоп-видео. Причтоп Максим Сергеевич. Адрес местожительства? Чего вообще надо? Местожительство. Город Бутурлиновка. Дом, улица Дорожная. Дом 30, квартира 9. Состав семьи? Жена Наталья, сыновья Михаила Александровка. Сколько возраст детей? Шестнадцать одиннадцать лет. Они в школу ходят? Да. Ваше звание? Подполковник. Должность? Промститель командира полка. Чего? Какого полка? Авиационного полка. Сколько в составе полков примерно, саболетов? Двадцать четыре. Скажите, пожалуйста, если у вас есть дети, почему вы уничтожаете украинских детей? Чем они вам навредили? Я жду ответ. Я не уничтожал. Я выполнял приказ и работал по координатам. В очереди, представляемся, откуда? Откуда? Где родился? Саратовской гос. Город Вольск. Год рождения? 1993. Следующий? Красноярск. В Камару? Красноярск. Двадцать пятый год рождения. Номер части? Тридцать два номер десяти. Иркутск. Шмаринадим Евгеньевич, 17. Октябраде 2000. Год рождения? 2000. 2000. Часть? Тридцать два номера десять. Алис Иван Валерьевич, республика Мордовия. Год рождения, часть? 2001 год рождения, часть. Тридцать два номера десять. Кот и Льва. Полтавская область. Я Мустафа Иванович, 18.02.1999 года рождения, проживал в городе Новосибирске, откуда призывался на срочную военную службу 21 июня 1921 года, военскую часть 58-198. Я Мустафа Иванов Валерьевич, 18.02.1999 года рождения, проживающий в Тульской области, призывался на военную срочную службу 19 июня 1921 года, военскую часть 58-198. Я Бабихин Алексей Дмитриевич, 12.07.2002 год, город Курган, откуда был призван на срочную военную службу военной силы Российской Федерации, 03.07.2021 года, военскую часть 58-198. Я Чепторевский Андреевич, 28.11.2001 года рождения, 2.12.2019 года был призван на военную срочную службу в ВЧ 58-198, вследствие чего, в моем согласии, был подписан контракт. Все попытки разорвать его и отказаться были безуспешны. Только что мы посмотрели пресс-конференцию с Путином, где он заявил, что спецоперации в Украине не принимают участие срочники. Он нагло договорит вам, мы, я, примет, кому. Товарищ президент, почему вы обманываете свой народ? Я и мои товарищи разоблачаем вас, говорим о том, что мы находимся в Украине, участвуем в боевых действиях, подумав, что вы обманываете только народ. Наше ковартование забрало наши документы, телефоны, бросило сюда голубой, не давая никакой информации. Вы заблокировали все соцсети, людям нескуда брать правду, вы заблокировали инстаграм, тикток, зачем вы врете? Товарищ президент, в своем интервью вы говорите, что вы бомбите только военный объект. На самом деле вы разбомбили уже город Харьков, бомбите город Мариуполь, от него практически ничего не осталось. Было снято ложное видео в городе Херсон, где якобы военнослужащие снабжают продовольствием и мирных жителей. На самом деле мирные жители прогнали без труда, без оружия, без ничего, голыми руками вооруженные силы Российской Федерации со своего города. На самом деле такого не было. Хочу подытожить, Владимир Владимирович Путин, вы урод или лжец, вы обманываете наш народ на протяжении уже 10 дней, дезинформируете их. И хотели бы мы вам передать привет отсюда от срочников из Украины, которых вы послали на войну. Все дружно. Путин пошел на хуй! Путин, я на громкой связи. Я в этом плену. Главное, что ты живой, что все хорошо. Я безумно тебя люблю. Я тоже можешь. Главное, что с тобой все хорошо. Мы со всем справимся. Обязательно. Обязательно. Спасибо, что ты у меня есть. Вон, как там? Бердич. Да, все хорошо. Обстрелов нету. Что-что? Обстрелов нету? Нет, все хорошо. Береги себя. Отцу приятно. Не бейте, да, бабушка. Я люблю тебя. Все хорошо будет. Безуменьше всего это швей. Да, все хорошо будет. Как ты говорила, я сдался и пришел без оружия. Я уже все голосовые переслушиваю. Даже все скрины нашел, а вошел, перебежать не стал. Все же хорошо будет. Конечно. Безумно, безумно все будет хорошо. Все, нет. Я не плачу. Просто так сильно не берете. Не плачу. Просто выходи на улицу никуда. Береги себя. Хорошо, можешь. Я постараюсь здесь остаться. Здесь получится. И не представлять свою жизнь без тебя. Через место каждый раз я досматриваю, что пока тебя там не найти. И я люблю тебя. Люблю тебя. Никаноров Роман Александрович. Роман, чьего рождения? 8, 10, 91. Где живешь? Сармарская область, Волжский район, поселок Рочинский. Служу ПГТ, ВЧ-9600. Профессия воинская. Командир взвода связи, расследовательного батальона. Что делаешь в Украине? Переехал на учение, после этого подали команду. Это вам так сказали. Так точно. После этого подали команду, совершаем марш. Больше никакой информации мне не давали. А у вас связи не было между подразделениями? Нет. Пока ехали в колонию, у нас есть колония была. Как вас взяли в плен? Окружили. Вы поняли, кто вас окружил? Мы поняли, что нас окружили. И я дал команду. Вас даже не за ССУ окружило. Если бы вас окружило за ССУ, вас бы просто сжахнули. И все. А так это местное население. Это охотники. Я понимаю. Это охотники. Вот это вся мощь российской армии. Какое твое отношение к войне в Украине? Негативное. Ну, давай, чтобы я тебя не вытаскивал. Нет. Параллельно. Как параллельно? Ну, не то, что параллельно будет она или нет. Я как-то в политику не лезу. Все вы не лезете. Я не хочу, чтобы была война. Напомню, как зовут? Роман. Ну, Ром, когда попадаешь в плен, конечно, что не хочешь, чтобы была война. Да, понимаете, если бы я хотел воевать, я бы со своей разветоотделения... Можешь мне сказать, какое состояние моральное бордорского войска? Вот как-то с теми, с кем вы общались. Много людей хотят воевать. Я не понял, какого войска. Ну, вашего, фашистского вашего. Никто не хочет воевать. Ну, процент соотношения. Ну, я же бешеный. Кто хочет воевать? Да, ну, я же бешеный. Мочить хохлов. Мы же заходим на ваши паблики. Вы все 120 тысяч группировка пофамильно с вашими номерами наши хакерские войска поскачивали. С вашими родными, с вашими персональными данными. Это все есть. Все 120 тысяч ёбаных пидорасов, которые причастны к войне в моей стране. Их данные персоналифицированы. Абсолютно. Понимаешь это? Понимаю. Ну, давай, поскольку ты не знаешь, как твои коллеги московитые в других подразделениях, я думаю, что будет правильно, если ты скажешь несколько фраз. Слава Украине. Правильно? Слава Украине. Громче, четко, пожалуйста, для меня. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Герои украинские не умирают. Герои украинские не умирают. И Путин хуйло. Говори, говори. Я делаю это ради двух сыновей. И Путин хуйло. Громче. Путин хуйло. Молодец. Герои украинские не умирают. Фамилия, имя, имя, отчество. Андреев Александр Геннадьевич. Звание, должность, воинская часть. Рядовой, старший наводчик. Старший наводчик чего? 2019. Московская часть, 31-124. Где находится часть? Московская область, поселок Алинец, Нарофоминский район. Командир в той части. Я когда уезжал, там был один командир в части. Кто? Звание. Полковник. Фамилия? Полковник Халитонов. Командир вот и твоей. У нас дивизион. Дивизион командир. Полковник Батурки. Какие, когда пересекли границу Украины? В 23-24. Какие задачи стояли? Никаких, просто сказать, что ехать. Куда ехать, зачем ехать? Мы вообще даже сами не знали. В какой области пересекали границу? В Курской области. Задачи какие были на Украине? Никаких. Я как встал, мне сказали просто, дожди, привет, помогут. Сколько у вас зашло техники? Да. И какой? Саушке, 4 машины. Сколько Саушек, 4? А еще какие машины? За другие я не знал. Кто старше был в твоей машине? Сержант Штар. Звать? Юра. Что с ним? Не знаю, вот его забрали все. Что хочешь передать своему президенту, своему командованию? За то, что уроды. Вот все. Почему? Не знаю, он же. Ты еще что-то так считаешь? Да. Потому что кинули вас как мясо сюда, да? Ваши гибнут каждый день. Что-то еще хочешь сказать? Фамилия, имя, отчество, звание? Старший сезон Елисей Фриксон Сергеевич. Войзок, 2 части. 61899. Должность. Командир танков. Когда провели в Украину и зачем? 25-го числа с утра, совершаем марш. Откуда марш? С Курской области, в сторону Долгородского области, совершаем марш. И в районе где-то 6-ти утра, число 25-го числа с утра, рассветь, совершаем марш колонный. Ну, обнаружил, что уже нахожусь на территории Украины. После чего у меня нагрелась машина, я остановился. Потом приехали за мной на БТР и выстроили в районы Сум, городской Сум. Как был хвост, три машины. Вчера приехали за мной и сказали продолжить движение. Но так как топлива не было, машина далеко не уехала, остановилась в районе города Сум. После чего меня задержали. Фамилия командира части. Полковник Сатфонов. Дальше. Имя Сергей Петрович. Какие задачи? Зачем приехали в Украину? Ну, уже находясь на территории Украины, крайняя моя задача была, это на блокпосту стоять. Вот без топлива я там стоял. А задача вообще, что делать в Украине? Не было задач никаких. Даже не было задачи пересечь границу Украины. То есть к нам. Что хочешь передать своим руководителям, своей страны, своей части, родным? Давай быстрее. Заберите нас отсюда, пожалуйста. Если есть, ты в одну. Фамилия, имя, отчество? Нижнекабадан Геннадьевич. Звание, должность. Откуда ты? Звание, должность. Водитель БТР-82А. Часть в войне? Поискала часть 61-899. Где часть находится? Москва, Москва. Адрес? Нет адреса. Командир части кто? Колкунник Сафронов. Как? Сафронов. Колкунник Сафронов. Когда пересел границу с Украиной? Четыре дня назад. Где и в каком населенном пункте? В Сторонакурской области. В Украину в какой пункт зашел? Нет, без знака. Дальше какие задачи были? Отцепление моста. Какого моста? Железяк. Железняк? Да, Железняк. Какая область? Какой область? Сонская область. Как в плен попал? Ехал на БТР, застрял на железной дороге. Вышел с БТР. Спешил. И в частном секторе у меня уже взяли плен. Зачем приехали на Украину? Какие задачи были? Кроме того, что мост? Никаких больше. Что вам объясняли ваши руководители, командиры? Зачем вы едете в Украину вообще? Начало для охраны границы было. А потом мы уже зашли на границу. И что дальше говорили, когда зашли уже на нашу территорию? Ничего не говорили. Просто мы шли и все. На отцепление мостов. Что ты хочешь передать своему президенту, своим командирам? Ничего. Вообще ничего. Ничего я хочу передать. Что ты считаешь про эту войну? Бессмысленно. Фамилия, имя, имя, участие? Иванов Сергей Вячеславович. Откуда приехал? С Москвой. Зачем? Не могу знать. Воинская часть. Должность. Командир танка. Шатани 899 часть. Фамилия, имя, звание командира части. Полковник Сергей, по-моему, зовут его. Фамилия. Знаешь своего командира? Потому что нас прикомандировали туда. Новый командир пришел. Я не знаю, как его фамилию еще. Когда пересекли границу с Украиной? 25-го. Какие задачи стояли на Украине? Мы ехали из колонны, оставили нас, сказали ждать своих. Где? Где знак суммы было. Кто сказал? Капитан какой-то там был. С БТР. Каким образом плен был захвачен? Ну, мы поехали дальше. Деревня топлива закончилась, но пошли бешком. И захватили нас. Где танк? Ростался в деревне. Какой деревне? Не знаю, деревня. Не знаю. Что хочешь передать своим командирам, своему президенту? Что ты не можешь знать. В смысле не можешь знать? Что ты хочешь передать? Что передать им? Ну, передавай. Они сегодня тебя услышат, увидят. Зачем заехали сюда? Родные, что хочешь передать? Не знаю, родные там, что уже делать. Ты зачем вообще сюда приехал? Не знаю, нам сказали, учение права будет. А то, что ты в Украине, чужое государство. Не честно. Я узнал, когда уже стояли мы там. Даже подходили нам, гражданство подходили. Все нормально. Они там как вообще? На жизнь сейчас доллар подорожал. Как им на жизнь пытают вообще? Слушай, ты думай про тебя. Мы как-нибудь тут, это самое, общими усилиями выживем. Попомните телефон, начните телефон. Ладно, мам, короче, ты знаешь, какая-то хуйня творится, вообще-то не представляю. Расскажи мне, как у нас. Тут, короче, наша десантная 76-я дивизия, короче, ОМОН, хуйон, артиллерия. Пацаны просто, короче, по гражданке, блядь, стреливаются, нахуй. Просто приехали, блядь, беспределят, короче. Я не буду вообще. Я, наверное, посидею, когда приеду, если приеду. А я, короче, мам, на танке ехал, короче, и снайпер попал в тур, короче, все умерли. Один я остался, короче, чудом вообще молился, наверное, из-за этого остался. Чудом, просто чудом. Скажи, что вы тут омирное население, ебашка. Тут, тут, они мирных людей, они мирных людей здесь хуярят, просто пиздец. Вы убиваете детей, ваши убивают детей. Вы детей, женщины убиваете, реально, расстреливаете. Мам, я люблю тебя, мам. Фамилия, имя, 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 имя? Аскер Мурадов Владимирович. Продвижение. 10.04.1978. Где проживаешь? Город Москва. Где родился? В республике Дагестан, город Хасавир. Хасавир, Тоскаран, Савгостей. Семья там проживает? Так, тоже. В Дагестане? Да. Звание, должность, воинская часть. Старший лейтенант, командир злора, воинская часть 61899. Где находится часть? В районе Москва. Когда зашли на Украину? 5 дней назад 24-й был? 24-й. Когда заходили? В высокое время примерно? В рано, в рано было. На Белгороде. С какой области? Белгородской. Белгородской. Тут какие задачи стояли? Тут оцепить город, блокировать мосты. Какой город? Сум. И оцепить мосты? Оцепить город и... И? Для продвижения у вас это лучше. Сколько у вас заходило? Сколько техники? Не могу конкретно сказать. Примерно. Много? Какая техника была? Танки, БТР, артиллерию. Где они сейчас? Не могу знать. Размерся на октябре. Что ваше руководство говорило, когда заходили? Зачем вы сюда идете? Чтобы надо поменять власть в Украине. Чтобы в Украине плохая власть. Народ требует, чтобы ПКХ освободили от этой власти. То есть приехали убивать? Да, людей мирных? Нет. Убивать нам никто не говорил. Где ваши сейчас командиры? Немного не знаю. Не знаю. Они потекали или как? Не знаю. Может даже потекали. У меня все за четыре дня как с ними. Как в плен попали? Забыл в лесу. Ехал за машиной, забыл дуться. Поехал прямо. Заехал в город, попал под обстрел. Попали в плен. Что хочешь передать своему президенту, своему командованию и так далее? Что эта война бесполезная, девчонная, никому она не нужна. Как к тебе относятся здесь? Адекватно, хорошо. Кормят? Да. Что семье хочешь передать? Чтобы не волновались. Все будет хорошо. Как живут здесь люди? Ваше мнение? Твое мнение? Не хуже, чем в России. Может даже лучше. Фамилия, имя, имя, отчество? Федор Побеслав Михайлович. Когда родился? На 3 июня 1998 года. Откуда шел? В городском области, городского Ростова. Звание, должность, воинская часть. Младший сержант, механик, водитель. Водитель сержант, водитель сержант 11 orm 99. Водитель чего? Механик. Танк это 90. Где воинская часть? Находе. В городе Москва. Город Москва. звание фамилия командира часть зашли в украине с какой области тут через где были какие населенные пункты суд же какие задачи стояли ставили выставить посты на выезд из города городе фамилия звания фамилия но твой непосредственный начальник кто какая разница называть численность техники какая техника шла у колонии бтр 90 сколько там шесть где они сейчас все даже везде что хочу передать моему президенту своему руководству вас предупредили что вы едете воевать убивать на украину нас не предупреждали нас на лечении на пару дней обратно убежали и все так вот как вы сказали получилось так что мы сейчас представьтесь я скотт фили анатольевич 93 года рождения подхожу военную службу в городе москва воинская часть 61 899 звание сержант заместитель командира контрактная служба где проживаете проживаю в городе москва поселок москва как вы попали на территорию украины и когда на территорию украины попали 24 числа рано утром 24 место совода 24 февраля 2022 года где на каком участке гранится проезжали через белгородскую область какие цели перед вами создали цели выставили блокпосты для пропуска военной техники военной техники чей военной техники группы российской федерации громче пожалуйста российской федерации еще какие задачи перед вами стояли задачи ставили останавливать машины осматривать чтобы не было оружия людей общая цель вашего пробивания на территории украины что вам объясняли общая цель даже не знаю не вникал вообще когда были у себя в бригаде сказали то что мы едем в белгородскую область на полевой выход задачи там больше никаких не стояли это вроде как учение учение полевой выход ну когда вы заехали сюда что вы увидели что здесь происходит на самом деле когда заехали все тут мирно войны не было никто нас здесь не ждал никого так сказать защищать нам не нужно было никого спасать не нужно было все нормально живут все спокойно было до нас ну а на данное время что происходит на территории украины на данное время громят города все убивают убивают людей как маленьких так стариков кто это делает российская федерация родные и близкие есть у вас семья есть родители есть есть жена трое детей маленьких что вы хотели им передать возможно попросить я всех очень сильно люблю хочу вернуться домой служить больше не буду точно потому что за что мы воюем непонятно вот и хочу попросить жену чтоб приехала и забрала меня отсюда мальчик привет мальчик 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 я живой все в порядке я в плену мам в одессе у меня грозит тюрьма да мне грозит тюрьма мы тут мама мы тут короче брать пиздец мы брать тут не как миротворцы как нам говорили мы тут брать оккупанты людей убивали левизы мама ты кошмар почему ты не виноват я выходит виноват но я же был я ж был там выходит виноват ну ты же не стрелял не стрелял но выходит я там был фамилия и имя общество Фомин Александр Сергеевич число месяц года рождения 26 февраля 1982 года воинское звание сержант В какой воинской части служите номер? ВЧ-98-574 Войска? 69-й отдельная бригада материально-технического обеспечения Кто командир части? Командир части подполковник Пирог Кто командир роты? У меня не командир роты, у меня отдельный взвод Отдельный взвод Кто командир отдельного взвода? Старший прапорщик Горчаков Какого числа вы пересекли границу Украины? Позавчера я пересек границу Украины В какой области вашей страны? В Белгородской области Какие задачи ставились? Конкретно задачи для меня не ставилось Я как топливозаправщик под командованием старшего руля До какого населенного пункта вы должны были прибыть? Мы прибыли до Ромны, город Ромны Ромны И оттуда еще от Ромны где-то Километр 20-30 Искали, но не нашли никого Дальше что вы делаете? Развернулись, обратно поехали Через Ромны И что потом? Не доезжая до границ города Ромны С левой стороны есть заправка Попали обстрел После этого Блокпостом После заправки Дивизии Не знаю Которая сейчас есть Нас там приутили Рано обработали И вчера был авиа-удар Собрались быстро Все колонны Там не знаю Не буду врать Сколько техники Там не у моих интересов Потому что человек маленький И попытались выйти за границу России То есть вернуться на место постоянной На место постоянной селокации У нас три машины Два топливозаправщика И санитальная машина Отстала И попали Обстрел Что Вы хотите передать руководству Своей воинской части Страны Своей Я хочу сказать, что Зря все это началось Не надо просто сюда ехать Вообще не надо было ничего делать Жили бы украинцы сами Мирно И все Надо было что Решать вопросы Где-то вникать В их вопросы Нужно было мирно путем Все это решать Договариваться И все Замполит Отдал приказ Стрелять Отдал приказ Перекрывать дороги Подожди Ты, пожалуйста, скажи Где это конкретно происходило? Знаешь? В Харькове На Окружной В Харькове на Окружной? Да Когда это происходило? Хорошо Хорошо Вы там находились Какова была ваша задача? У нас не было задачи У нас этот полку Замполит Он сам все Задачи ставил Я понял И в тот момент времени На Окружной Да? Там находил Кто находился? По какому вы начали стрелять? Там Замполит Ну На дорогу Начали прикрывать Гражданские Ну там Строили Типа В виде бунтов Сказали Туда Надо Домой Нам На работу Некоторым Надо туда-то Проехать Замполит Надоело Он стал Стрелять Уже по-граждански И что дальше Презошло? Расскажи Пожалуйста Ну вот Когда они стреляли Машины разворачивались Они уезжали Некоторые уже Вникались Впрятались Потом уже приехали Ваши Военные Начали стрелять По нашим Наши стреляли Потом Пока наши стреляли Мы спасали С лейтенантом Гражданских Лейтенант Это твой Непосредственный Начальник Или как Ты к нему Подчинение Был Нет Это Начальник Он был Другого взвода Ты помнишь Как его звали? Леванков Иван Александрович Вы вдвоем Приняли решение Да Какое Решение Спасать Гражданских То есть Украинских Граждан По которым Стреляли Ваши Стреляли Подполковник Стрелять По гражданским После того Как вы подошли К этим Подбежали Гражданских Как дальше Заворачивали События Постарайся Вспомнить Мы Гражданских Прятали За блоками А что За гражданских? Ты помнишь Что это было? Была Мать ее Дочь Возраст Приблизительно У матери 51 возраст Примерно А у дочери До 22 До 25 Хорошо Дальше Вы Подбежали К ним Лейтенант Подбежал Начал их С машины Вытаскивать Кричать Давайте Сюда Мы За блоки Положили Вместе С нами Где-то Проходят Минут 20 Девушки Там Плакали Через Минут 20 Там Уже Подполковник Заметил Что мы Держан С лейтенантом Спасаем Но он Удал Приказ Стрелять По нам С лейтенантом И по ним Лейтенанту Сначала Прилетело В каску Она Не пробила Потом Судную Артерию Уже Голого Не убили Потом Они Стреляли В мать Уже В этой Дочери Мы Потом С дочерью Начали Все Женщина Стала В которой Стреляли Она Тоже С лейтенантом У меня Погибла Дальше Что было Потом Мы С дочерью Начали Отходить Свои Мне По ногам Начали Стрелять По ногам То есть По обеим Ногам Да Если Это не гараж Они Меня Убили Тоже Как Лейтенанта С матерью И С дочкой Дальше Что было Дальше Мы Сидели С дочкой За этим гаражом Пока Все Не стихнет Ага Потом Все стихло Эта дочка Предложила Уехать Отсюда И Скорую Вызвать Она Потом Пошла До матери Где С лейтенантом Они лежали Друг на Друге Забрала Ключи Я До машины Дополз Она В машину Запихала На заднее Сидение Завела Машину Я спросил Удить уменьшин Говорит Такси Ну мы Все Эти Бордюры Собрали Где Не было Стрельбы Отъехали Наверное На 300 Может 400 Там Мне пить Захотелось Я После Сознания Кабу Терял Захотелся Уже Мне пить Хотелось Попросил В машине В больнице Попить И купить Она заехала Подожди Подожди Успокойся То есть Ты очнулся Уже В больнице Правильно Или ты очнулся В машине Попросил Ее попить Правильно Дальше Что Она В магазин Остановилась Сбегала Покупила Я попил Вызвала В скорую Потом Позвонила Своему отцу Там Отец Ей сказал Чтобы она Меня раздела Перевязала Но она Перевязать Не успела Скорая Приехала Как попал На территорию Украины Получается Эвакуировал Несправную Технику И Ну Вот Я этим Занимался Что С С Украины Несправно Технику В Крым Таскал Какие еще Задачи Была Чисто Я Как Офицер Технической части Чисто Эвакуация Эвакуация Потому что Ремонт Не Займался Чисто Эвакуацией Все Вы Непосредственно Были На местах Падения Ракет Российской Федерации Ну Получается Проезжал Видно Что С какой С нашей стороны Стреляли Там Дома Зорваны С Ну Получается Как Со стороны Крыма Заходить И Ну И Видно Что Ну Как Со стороны Крыма Выходишь И Получается С этой Сороны Ну Это Видно Что Наши Вооруженные Силы Все Стреляют Ты Видел Разрушенные Здания Жилых Домов Да Видел Ты Видел Разрушенные Здания Школ Детских Садов Школу Не Видел Детский Садик Видел Это Военные Объекты Нет Нет Это Не Военные Объекты Не Поддерживают Эту Операцию Эту Войну Зачем Для Чего Если Это Ваша Земля Кому Это Что Нужно То Своих Сослужицев Разделяет Такое Журавлев Да Очень Многие Кто Уже В ходе Дороги Уже Ушел Домой Кто Там Журавлев Многие Просто Ну Просто Бегут Никому Ничего Не Говоря И Не Понимаешь Не Не Хотят Воевать Да Не Хотят Воевать Да Просто Ну Из-за Чего Для Чего Это Никому Это Не Нужно Никому Не Хочет И Все Люди Они Все Даже Вооруженные Сил Они Все Против Они Все Бегут Убегают Этого Не Надо Просто Сейчас Там Семь лет Тюрьмы Обещают Вот Из-за Этого Из-за Этого Люди Еще Остались Никто Не Хочет Садиться Получается Где-то Месяц Назад Нас Собрали В Клубе И Там Получается Дали Документы Сказали Писать Что Готов Участвовать В Специальной Операции Даже Если Не Хочешь Писать Написал То Как Б Уже Непосредственно До операции Получается Уехали Все Сто Процентов Там Писал Не Хотел Написать Еще Что Всех Полностью Сто Процент Всех Отправили Это Уже Непосредственно На это Писали Где-то Месяц Назад И Все Так У всех Забрали Все Погрузили Технику И Все Поэтому Не Нужно Себе Обратить Если Лучше Сдайте Себе Не Нужна Эта Война Никому Есть На территории Украины Где Находятся Сотрудники ФСБ Они Получаются БТГР Еще Раз БТГР Конкретно Места Дисфокации Получается Первый БТГР Это Геопартизанская Второй БТГР Находится Левее Там Добрый Чуть левее Километр 20-25 Сотрудники ФСБ Участвуют В наступательной Операции Ну Они В ТГР Находятся На этом Не участвуют В обозе Находятся Фамилии Сотрудников ФСБ Кудри Николаевич Мелочица Кудри Мелочица Андрей Сергеевич Второй Не знаю Ехали Я ехал Третий В колонии И Первую машину В колонии Подорвали Реско Мы все Выскочили Из машин Легли Вдоль Дороги Потом Зарвали Вторую Машину И Мы Побежали Все Обратно И вот Там По группам Все Разбились Те Кто Кого Знали Все Вместе Пошли Я Пошел Старшина Мой И два Еще С нашего Полка Контактника Мы Побежали Старшина Населенного Пункта Там Взяли У дедушки Машину В нее Сели И поехали И Через пять Нас Слово Обстреляли Мы Выскочили Убежали В лес В лесу Были До темноты Сидели Потом Увидели Красное Здание Зашли В это Красное Здание Это Оказалось Свиноферма Свиноферме Там Посидели Мы Переночевали Ночь По лесу Пошли По полям Шли В итоге Вышли В этом Село Камыши В село Камыши Мы сома Не заходили Шли По огородам Сзади Домов И Шли И как Вы видели Первого Мужчину Подняли Руки Он тоже Махнул рукой И Мы Подошли К нему Он Сказал Вы что Мы Скажем Что мы Сдаемся И он Сказал Сдавать оружие Мы отдали Местным Мужикам Оружие Воронежилеты Шли Загрузили Загрузили И сказали Что мы Едем К границе На три дня Какой Границе Границе К Украине Вот Что мы Начали Бомбить Бомбить Население Население Как говорят Воинские Части Должны были Бомбить Но Мирное Население Оказалось Потом Получается Мы Ехали В колонне И У нас Заглохло БМБ Мы Начали Звать Помощь Из наших Сослуживцев Но Нам Никто Не Помог Они Все Уехали Возле Нас Взорвался Баллон Кислородный И Они Уехали Испугались Наверное БРМ У нас Заглохла Мы Взяли И Ушли В лес Четыре Был Я Командир И Еще Пять Человек Было У нас Можно Сказать Экипаж БРМ Мы Ушли В лес И Где-то Три Четыре Дня Скрывались В лесу Пока Нас Не Нашли Местные Вывод В том Что Ни В коем Случа Не Едьте Сюда Ни За Какие Деньги Ни За Вообще Жизнь важнее Чем Вот это Все Скажи Что здесь Происходит На самом Деле На самом Деле Здесь Хаос Здесь Происходит Непередаваемо Непередаваемо Как Объяснить Вам Война Здесь Происходит Скажи Мы Нуждаемся В Освободителях Никто Ни В чем Не Нуждается Ни В Освободителях Ни Завоевателях Нужно Жить Мирно Все Мои Слова Которые Я могу Выделить Еще раз Представлюсь Я Военнослужащий Российской Армии У нас Случай был Когда По ходу Колонны Военнослужащий Попытался Выйти с машины И покинуть Уйти в сторону Границы То Командир роты Стриминул Физическую силу После чего Закинул Машину Заставил Ехать дальше Нам говорили Что Если Кто-то Попытается Уйти Нас Либо Свои же Расстреляют Либо Просто Больше Назад Не вернемся Здесь Очень Хорошо С нами Обходится Нас Понимают Я Хотел бы Спросить Всех Россиян Если Меня Слышат Видят Сделать Все Возможное Для того Чтобы Эта Война Прекратилась Этой Войны Не Нужно Ни Украине Ни России Это Война Скорее Всего Нужна Только Президенту Я Только Общенно Усиливаем Мы сможем Все это Прекратить И Это Все Закончится Война